здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях татьяна юрьевна крюкова директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберцы здравствуйте татьяна юрьевна добрый день но прежде всего хочется узнать что что происходило во время этого сложного периода в нашей жизни когда в музей нельзя было прийти простому горожанину или гостю городского округа люберцы да и собственно говоря все находились на определенной изоляции все учреждения нашего муниципального образования работали в онлайн-режиме музейно-выставочный комплекс не стал исключением хочу напомнить что музейно-выставочный комплекс состоит из трех структурных подразделений это люберецкий краеведческий музей музей истории культуры поселка малаховка и картинная галерея и каждое это учреждение подразделение имеет свои социальные сети через которые мы общались с нашими посетителями да мы были закрыты нам не хватало живого общения но онлайн мы трудились не покладая рук и я понимаю что к вид добавил вам работы потому что все таки когда его не было многие существовали конечно структуры имеют и не только на ваш музей да но не было такой необходимости потому что пришел в любой момент посмотрел увидел может быть там запасники иногда да вот в онлайн-режиме то что еще есть но не выставлено а тут началась целая история то есть у вас работает и наверно добавилось да знаете это ограничение мозговому штурму добавили работы мы стали придумывать как подойти какими творческими и запасники то есть а как туда попасть а как их показать а как из фотографии вы даже сами не могли туда прийти нет не могли мы соблюдали все все вот введенные зажима была охрана до круглосуточно она была и работала да может быть по долгу службы даже если кому-то и приходилось прийти на работу это были только исключительно приказы но ответственности соответствием соответствии с роспотребнадзором хорошо но все-таки наступил период когда ограничения были ну не все но почти такие глобальные ограничения были сняты и что сейчас происходит с музейно-выставочным комплексом как вы живете что у вас но мы сейчас на на радоваться не можем конечно люди сидя на самоизоляции поняли все таки как хорошо ходить на работу как хорошо сейчас говорить о своих коллегах а сотрудник да как хорошо общаться с людьми но и посетители тоже мы сейчас видим хоть сейчас и потихоньку начнет процесс нарастания до что-то закрывается что-то уже недоступно но мы видим желание людей прийти в наше учреждение что-то познать что-то увидеть и мы стараемся предоставить как можно больше услуг чтобы их порадовать и сейчас у нас очень большой спросом пользуются экскурсии экскурсии для школьников я так понимаю нельзя просто так прийти заплатить денежку это было в глобальных музеях а у вас как но это когда были еще сильные ограничения да сейчас они более-менее сняты сейчас может прийти любой желающий но у нас расписаны сеансы у нас чтобы не было не перри группы друг с другом не сталкивались у нас отдельно осуществляется вход сдал отдельно осуществляется выход из зала у нас нанесена специализированная разметка где можно стоять одной группе где можно стоять другой группе для музея это хорошо когда много групп и каждый экскурсовод говорит это неудобно а так разнесли хорошо но у нас могу сказать что картина галереи позволяет располагать площадями большими где можно разместить и группы вот и многие эти восхищаются пользуются помимо экскурсии у нас проходит с ограничением конечно с ограниченным количеством но мероприятие в сентябре месяце мы писали диктант победы моя площадка была одной центральной площадке городского округа люберцы и глава был и были представители администрации и общественные деятели и молодежь было и писали 100 человек писала на двух этажах мы соблюдали все нормы безопасности расчитаны были маски были перчатки были дезинфицирующие средства социальная дистанция была соблюдена и поэтому 50 человек на одном этаже были писали и 50 человек на другом этаже писали этот диктант хорошо ну вернемся сейчас уже хочется покопаться ваших запасниках и вообще на вашем скажем так фонде отодвинем сторону к видны и проблемы будем надеяться что все таки так таких уже серьезных ограничений не будет а тем не менее вот чем как сегодня оценивается фонд музея вот по всем трем позициям и поговорим начнем давайте корма с картины галереи вот что можно увидеть и как сейчас идет процесс я имею ввиду приобретаются какие-то новые полотна местные художники предлагают что-то или например на что-то есть постоянная экспозиция что-то меняется что-то достается из запасников расскажем картина галереи не имеет своих фондов как правило у нас временные там выставки художники приезжают выставляется на какой-то короткий срок как площадка на площадка да иногда мы пользуемся фондами люберецкого краеведческого музея поскольку сейчас люберецкий краеведческий музей еще в стадии ремонта находится никто экспозиции мы добавляем предметами из люберецкого краеведческого фонда сейчас нашим вот посетителям в кражет картинной галереи можно посмотреть замечательную выставку владимира засыпкина в рамках персональный выезд он у вас здесь был на открытого поэтому потом пошли посмотрели там он новую какая картину придаю картина бы огромная около 2 на 3 метра историческая картина где можно увидеть когда-то некий существовавший несуществующий храм преображения где проходил кутузов стоял кутузов смотрел на этот храм это место отображено нашим художником и в рамках персональной выставки презентовался и вот картина которая была подарена в день города городу и это теперь картина находится у нас картина и галереи вот видите как хорошо дальше у нас есть можно посмотреть творчество студентов и выпускников кжельского государственного университета потрясающая выставка представлена в разных техники там и декоративно прикладной и живопись и графика очень это студенческая как бы да это уже выпускников да прекрасно оформлена зал 550 квадратных метров располагает так что приходите смотрите пока мы еще не закрылись да мы надеемся что не закроете есть еще время такие тоже маленьких маленькие камерные выставки также в галерее вот сейчас у нас выставка наталья андреевой выполненная в технике ошибана только что тогда это без красок столько с помощью природных материалов листочки цветочки шелуха там чеснок перья создается художественные полотна там картина там пётр первый смотрит с картины очень интересно там из пуха выполнена портрет собаки потрясающе как живая практически сам да то есть сначала смотришь вроде картина а близко ты подходишь и видишь что там красков нет художник использую только природные материалы я также знаю что к мебели какое-то особое отношение я видел вот во время выставки какие такие старинные прямо экспонаты старинные экспонаты это как раз являются фондами кривического музея и еще у нас есть один вип-зал зал одной картины где мы из фондов наших краеведческого музея для посетителей представляем картину один шедевр и сейчас можно увидеть в этом зале картину айвазовского кораблекрушение буря на море в оках большая 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 карта большая и там что-то про нее можно прочитать да там звучит текст можно услышать фонограмму специально проиграть да а в айвазовском а его творчестве понятно хорошо но теперь мы сейчас я думаю краеведческий музей оставим на второе отделение нашего разговора с вами давайте мы сейчас поговорим о малаховке да да во первых для тех кто не очень может быть хорошо разбирается вот в искусстве я имею ввиду в составляющих почему-то именно такой выбор почему малаховке свой собственный неповторимый музейная музейная составляющая музейная единица любит это же дачи это дачная малаховка и многие известные личности отдыхали покупали дачи себе и неспроста там был летний театр который к сожалению мы сейчас который сгорел да и не можем увидеть как он выглядел на самом деле у нас малаховском музее хранится немножко пострадавшие но от сгоревшего летнего театра вывеска вот много иногда при проходит у нас и театральные встречи там интерактивные программы особенно сейчас по популярностью пользуются пешие экскурсии по малаховке а прямо да прям по дачной малаховке здесь бывал да да разные направленности даже есть такая экскурсия шалом малаховка можно же ответить что мало малаховки много конфессии живут сейчас настоящее время мирно прибывают друг с другом и вот разные эти направления мы тоже пытаемся отобразить вот такой вопрос немножко экономически вот все эти программы вы разрабатываете какова вообще стоимость насколько бьет по карману посетители или это различные варианты есть различные варианты ценообразования есть можем подойти и свит подходом да и соответственно будет одна цена а а есть как обычные социальные проекты социальные цены есть и льготные есть и бесплатные некоторым людям к и категории некоторым вот но сейчас пока это цены варьируются где-то до 150 рублей это билет вход посещения в зал но к сожалению все хотят кушать и мы хотим оснащать оборудование еще было интереснее а вот кстати для этого нужно вложиться хорошо надо вам же выделяют все таки как какие-то средства на приобретение но не знаю там специальных аппаратов для того чтобы мы будто музей будем говорить о ремонте да то есть существует какой-то фонд из которого деньги средства идут на развитие музея конечно целевые средства направляются ежегодно вы их осваиваем до копейки и хотим еще еще ходить вот хорошо а есть какая-то связь московская область да наверно в каждом центре и большом и маленьком и есть большое количество представительств скажем так музейных да есть у вас какая какие-то вот совещания проводятся к это слет и касать как живет это музей на раз квартал министерство культуры московской области совет собирая всех представителей либо директоров либо главных хранителей музеев дает ценные указания как дальше движемся что делаем и так далее отвечает на вопросы которые возникают какие-то направления дают до нашей основной деятельности но народу много то есть музейная жизнь живет московской области даже сейчас вот недавно был у нас встреча в сентябре месяце приглашали нас зарайский кремль но я все туда не доберусь очень красиво очень красиво вот но к сожалению всех желающих зарайский кремль не мог принять потому что там зал был не очень большой а в условиях наших сейчас самоизоляции до самого соблюдения социальной дистанции пришлось только одного человека направить так что в этот раз я не ездил главный хранитель о а кто такой главный хранитель мы поговорим чуть чуть позже сейчас мы сделал небольшую паузу напомню что в гостях у нас директор музейно-выставочного комплекса городского круга люберцы татьяна юрьевна крюкова и вот во второй части мы поговорим а видимо главным стеки наверно кривический музеетка от чего все так сказать вот эти приятные музейные щупальца отходят вот дождитесь и все узнаете эта программа открытый диалог напомню что в гостях у нас сегодня директор музейно-выставочного комплекса городского круга люберцы татьяна юрьевна крюкова и мы поговорили уже о картинной галереи вот поговорили о малаховке где можно бродить даже прям по улицам и узнавать что-то для себя новое но наверное как в любом городе большом люберцы этого большой населенный пункт говоря картографическим языком существует свой собственный краеведческий музей кто есть если краеведческий музей есть значит город есть правильно я говорю вот вы сказали что там ремонт продолжается что сейчас происходит с музеем сейчас может думаем на уже в финальной стадии находится у нас ремонт сколько он идет уже по времени уже года 3 года 3 недолго но говорят что это недолго большой театр 10 лет большой театр то это театр а музей туда музей мы тоже где-то надо все как-то что-то там видимо хранится куда-то что-то выводит есть свои нюансы беретский краеведческий музей основан был в 1976 году и с этого года ни разу там не проводилось ремонтных работ и сейчас мы надеемся вот что наш музей предстанет в новом обличье тем более что этот музей интересен тем что он основан на старообрит на стенах старообритания церкви церкви то есть внутри этого помещения здания есть стены старообритания церкви и у нас сейчас был такой задум делая ремонт оставить фрагмент этой стены чтобы посетители приходя к нашу еще видели эту все-таки историческую стену это тоже таким экспонатом во всем мире делается да вот приходишь где-нибудь в лувре раз кусочек стены как настоящий там кусочек фундамента у вас целая еще роспись я так понимаю да присутствует росписи нету но вот фрагмент ее фигурации и вот конфигурации этой стены очень интересно в том плане что когда шли ремонтные работы кусок бетона отвалился от этой стены и он выпал так удачно что он ничего не нарушил и прям вот как раз вот эти вот все углы такой скажем архитектурной вмятины а этого здания очень видны и мы даже закрашивать их не стали чтобы люди видели какое первоначально и был слой что она там не беленькая была она такая немножко была красненькая это очень интересно я не могу не сказать говоря о краеведческом музее а создатели основатели это краеведческого музея михао петровича изместиво который по крупицам собрал начинал собирать создал этот краеведческий музей мало того он еще и является тоже создателем картинной галереи его проект он ходил одобрял одобривали смотрели пробивали то есть его ногами руками до картина галерея тоже заслуженно имеет место быть и жить но это здорово то что не в каждом городе картина гри скажем да и она была нужна потому что фонд прибавлялся то есть если 7 шестом году это были какие-то единицы то есть на данный момент уже более 30 тысяч на единиц насчитывает фонд люберецкого краеведческого музея но вот что в краеведческом музее пока он еще в режиме ремонта как может даже хорошо совпало вот с этой вот нашей проблемы всеобщей тем не менее когда все откроется вот что там какие жемчужины есть что там можно увидеть там несколько будет залов представлены нашим посетителям во первых обязательно это будет зал археологии что когда-либо находили в наших землях люберецких которая говорит о нашей истории какая была здесь географическая расположенность кто здесь жил к мужичке будут 1 до до каменелости все будут представлены я могу сейчас сказать что и сейчас на данный момент у нас есть перешейх между картиной галереи и люберецким краеведческом музея где мы сделали такой мини-зальчик и где сейчас экспонируется именно вот эти x pack из x из ископаем ископаем да там и кости мамонтов там и шерстистые носороги и окаменелости яйца динозавров так что приходите все найдено прямо в да это не повезено крыль и веченью нашего края до паса потому что я вот когда мы ездили по миру надеюсь эти времена еще вернутся я обязательно в музеях бывал где-то в краеведческом ну назовем вот а где-то чаще наверно в галерее вот ну как каждого из свои особенности и так далее но иногда складывалось впечатление есть даже такая версия что 8 процентов картин которые висят в музее они не настоящие заменены некими на классными копиями потому что подлинники слишком дорого стоит их мол где-то там прячут или они находятся в частных руках это первая такая версия вторая версия что много экспонатов которые мы видим представлены по всему миру они как бы тоже не настоящие потому что есть вещи которые ну бесценны просто и даже их показывать как-то вроде некоторым людям нечистым на руку нелогично вот как вы с этим эти две версии принимаете если позволяет условия то конечно если экспонат находится в приглядном состоянии который можно экспонировать до ради этого люди идут можно экспозиции этим можно копии посмотреть и сидя дома в да я не веду что говорят что они уже выставлены что мол нас немножечко обман вот почему то есть вы сказали яйцо динозавра и я как-то так вздрогнул городском округе люберцы яйцо динозавра не верю но почему нет то это же сколько лет тому миллионов лет тому назад было и вот прошлый раз мы когда с вами встречались я рассказывал об уникальной охотки находки вот что недавно когда делали новорязанское шоссе нашли же позвонок тоже икнут оказался тоже позвонком мама на вот кто вот вы нашли позвонок вы его сдаете как только ну кто-то же должен проверить да обязательно отправляем на экспертизу в москву даем понять просим экспертов посмотреть оценить что за находка и так далее там есть определенная процедура если вдаваться подробности это долгий быть рассказ я просто недавно видел фильм сейчас много фильмов до посвященных том числе и музейной культуре музейной работе и там показано как в лувр доставляют недавно найденный ну как недавно муж там течение последних пяти лет найдены найдены египетский саркофаг вот какое огромное количество людей обслуживает этот процесс что даже нельзя снять например автомобиль который перевозит этот саркофаг потому что ну мало ли что он это практически как там миллион долларов везут условно говоря вот ценность экспоната она из чего складывается понятно что наверное яйцо динозавра само по себе ценно потому что пока ничто не предвещает нам возвращение динозавра или то что вот вы говорите найден какой-то позвонок вот кто оценивает эту ценность и как какой-то объект может попасть в ваш кровеческий музей как это происходит можете например человек что-то вам принести да мы принимаем сначала на временное хранение то есть человек приносящий нам какой-то предмет составляется акт составляется документы ему копия отдается что у нас принято мы принимаем этот предмет доходит до специальной комиссии на которой комиссии рассматривается этот предмет и дается ему оценка в этой комиссии участвуют вот главный хранители которым мы с вами говорили представители наших музеев фондовики хранители фондов и это целая научная работа которая дается оценка на экспертно-фондовой комиссии ну и а ценность его как определяется что вот найдены часы то нам условно до конца на стену то они не работают но оказывается что они работы как вот это мастер но они представляют собой ценность вот кто определяет ценность музейного экспоната это что такое во первых время до когда были изготовлены вот я могу сказать по своему опыту я недавно на даче нашла разбитую вазочку и хотела ее выкинуть я бы так почти сделала если бы я не не являлась наверное работником музею да я остановилась думаю стоп а жалко было выкинуть вазочка бабушки и дедушки 10 не разбилась бы я варенье в нее наливала бы и кушала было потом звоню главному хранителю фотографию присылаю со всех сторон она смотрит не выкидывайте надо брать и пока я ее везла из одного места в другое мне говорит татьяна юрьевна мы все посмотрели пробили клеймо которое не увидели там на донышке до обратили внимание на срезы обратили внимание на литье то есть это специальные люди которые владеют информации научные сотрудники хранители фондов которые понимают по разным деталям мелким стоимость этого предмета их не не обдуришь то есть подделка это или нет а если что-то разбилось не спешите это выбран нет нет потому что может быть то что даже было советское время иногда тоже уже может а сейчас советский период в заново в моде моде да это мы кто-то жил до в советском периоде что обычные часы и часы а это же сейчас все отходит и люди как обычно избавляется выбрасывать не оставляют да и это уже многое на помоги а тот кто сохранил сейчас уже сдает это уже тоже считается экспонатом которым с удовольствием применяем и в краеведческом музее с открытием будет отдельный зал советского периода где будет представлен космос где будет представлена промышленность люберецкого края и обязательно советский быт человека ясно ну и давайте мы поговорим все-таки в надежде на то что ничего не изменится как люди могут узнавать о каких-то ваших новых проектах как у вас поставлена промо промоутирование вашей работы анонс что происходит какая есть программа и что общем запланировано до конца года каждое структурное подразделение ведет свои социальные сети и каждом своей направленности если мы говорили с вами о маловке дачной то у нее есть свой цикл передач направленной на публикации дачной жизни летнего театра пеших экскурсий они все у себя публикуют и представляют каждый день новую и новую информацию а тем самым чтобы не было скучно нашим онлайн посетителем краеведческий музей то соответственно направлен на краеведение на историю допустим одного шедевра или историю какого-то интересного одного предмета рассказываем и нашим посетителям а музейно-выставочный комплекс и картины галереи она в основном сейчас направлено на современное искусство у нас есть даже некий цикл передач которым ежедневно мы для наших посетителей что-то публикуем это такие как нескучное искусство красота в деталях и картина дня то есть в каждой этой рубрике мы что-то выставляем если это нескучное искусство это могут быть викторины мастер-классы какие-то перформы игровая какие-то да и мы не просто так их проводим мы самых активных посетителей участников отмечаем оффлайн билетами то есть самые кто правильно лучше всех ответил что-то делал милости просим бесплатного посетить наше учреждение красота в деталях тоже очень интересный у нас цикл это здесь мы пропагандируем высокохудожественную фотографию какие-то что-то может быть в жизни не подметишь а художник своим взглядом потому что на измерения на весь мгновение да и вот сейчас очень сильно нарастает популярность среди сэлфи вот я считаю что это некая ступень к высокохудожественной фотографии сначала люди просто фотографируют себя потом уже начинает подбирать афончик то нет а птичка то не то и уже так затягивает что переходит к высокохудожественной фотографии и картина дня где ежедневно мы отображаем либо какие-то классическую живописи либо современное искусство тем самым дразним нашего посетителя придет и посмотрите как это выглядит на самом деле ну что мы желаем вам чтобы даже в режиме онлайн если вдруг так устается вы продолжали работать тем более что все инструменты для этого есть желаем чтобы кривический музей поскорее открылся и мы перешли в жизнь оффлайн и смогли прийти насладиться всеми теми экспонатами на которых мы даже может быть себе и не представляем например увидеть конце концов это яйцо динозавра найдено здесь в городском округе люберцы директор музейно-выставочного комплекса городского округа люберца татьяна юрьевна крюкова была сегодня гостем программа открытый диалог спасибо вам большое ну а всем всего самого доброго с вами был николай пивненко до свидания а